Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о YDMP. Это платформа для управления устройствами Ялинк. Я расскажу немного о системе, об основных ее возможностях и о политике лицензирования. Сложности подготовки устройств при массовом развертывании, также задачи по управлению, контролю качества вызовов и необходимость устранения неполадок при большом количестве устройств требует много времени. Основные цели платформы YDMP это обеспечить простое гибкое развертывание и управление устройствами Ялинк, что снизит временные и финансовые затраты на обслуживание. Для чего можно использовать платформу управления? Ее можно использовать для централизованной настройки устройств, что позволяет уменьшить время загрузки конфигурации устройств. Особенно это важно при массовом развертывании. Все конфигурационные файлы хранятся в одном месте, что очень удобно для массовой или выборочной настройки. Также платформу YDMP можно использовать для мониторинга. Она позволяет наблюдать за устройствами и контролировать основные характеристики, такие как статус устройств, количество моделей устройств, качество звонков и другие. Еще можно использовать данную платформу для удаленной диагностики во время развертывания, управления доступом или удаленного решения проблем. Для кого данная платформа нужна? Данная платформа может быть полезна как клиентам, в роли которых являются конечные пользователи, которым может потребоваться массовая настройка, анализ качества вызов и устранение неполадок устройств, так и поставщикам для внедрения систем управления на основе запросов клиентов. Под поставщиками имеются в виду операторы связи или системные интеграторы. Теперь я немного подробнее расскажу о платформе YDMP. В качестве оконечных устройств могут быть телефоны Eolink, конференц-телефоны, линейки терминалов видеоконференц-связи, как классические, так и Microsoft, также USB-устройства Eolink. Это спикерфоны, гарнитуры, но если таковы, подключены естественно к телефону. YDMP предоставляет полный набор инструментов для решения задач управления, контроля качества вызовов и устранения неполадок и поддерживает до 30 тысяч конечных устройств. Платформа имеет интуитивно понятный веб-интерфейс, поддержку API для возможной интеграции с другими приложениями, планировщик задач, который позволяет запланировать задачи заранее в определенное время или просписанию. Также платформа позволяет в режиме реального времени получать информацию по статистике работы и получать уведомления о неисправности для последующей диагностики устройств. Давайте рассмотрим основные возможности YDMP. Массовое развертывание. Допустим, нам нужно развернуть тысячу телефонов. Как это делается? Создается конфигурация непосредственно на платформе и нужная конфигурация отправляется на нужную группу телефонов. Конфигурация может быть изменена в любой момент. Обновления конфигурации могут быть применены в режиме реального времени. Очевидно следующее преимущество упрощение работы, так как платформа является сервером автопровижнка и естественно снижается вероятность конфигурационных ошибок. Далее обновления могут быть применены в режиме реального времени. Доступны статистика вызова и система мониторит нештатные ситуации. Также есть возможность создания групп пользователей и группы операторов. В 1P также позволяет проводить удаленную диагностику устройств и позволяет быстро определять неисправности. Средства диагностики позволяют нам захватывать сетевой трафик, отслеживать состояние сети, состояние памяти центрального процессора, экспортировать системные логи или конфигурационный файл, а также делать файл записи разговора или снимок экрана устройства. На данном слайде рассматривается проблема включенного режима D&D у пользователя. Как происходит диагностика проблемы обычным путем? Пользователь звонит администратору, администратор в свою очередь просит сказать сотрудник свой IP-адрес, в ответ получает вопрос, как это сделать. Затем администратор заходит на веб-интерфейс телефона, смотрит настройки и наконец определяет причину. Очевидно, что на это уходит непрогнозируемое время, а также возможно потребуется повторное изучение проблемы. На платформе YDMP администратор заходит на нужное устройство и сразу определяет, что включен режим D&D. Платформа YDMP позволяет собирать статистику о вызовах, представляет информацию о джиттере, потере пакетов, задержках и так далее. Качество голосовой информации имеет графическое отображение. Также платформа позволяет проводить мониторинг аварийных ситуаций, настраивать политику оповещения о сбоях, устанавливать разные уровни срочности оповещения. Все типы ошибок, такие как качество речи, сбой регистрации, обновления и так далее, система умеет отслеживать. Как я и говорил ранее, в платформе есть планировщик задач, с помощью которого вы можете запланировать задания в определенное промежуток времени или назначить их выполнение по расписанию. Например, можно назначить перезагрузку всех устройств в нерабочее время. Поддерживаются различные типы задач. Обновление конфигурации, обновление прошивки, восстановление и перезагрузка. По каждой задаче доступны отчеты о результате выполнения и записи о сбое. При сбросе устройства на заводские настройки или перезагрузки или отключения функции D&D вы можете выбрать конкретное устройство и время выполнения указанных действий. Давайте рассмотрим преимущества YDMP при удаленной отладке на конкретном примере. Допустим, у пользователя есть проблема с плохим качеством звука. Данная проблема поступает администратору. Администратор, в свою очередь, пытается получить с участием пользователя дебаг-файлы, анализирует состояние сети и, допустим, приходит к выводу, что нужна перепрошивка устройства. С помощью платформы YDMP все вышеописанные действия было бы сделать проще и быстрее, так как система сама повестила бы в режиме реального времени о существующих проблемах. Получить дебаг-файлы можно было бы удаленно. Задачу обновления можно было бы поставить в автоматическом режиме. Давайте еще раз посмотрим на преимущества, которые получают клиенты и поставщики. Для клиентов это простое управление, возможность массового развертывания устройств, удобство управления, снижение сложности управления, а, соответственно, и снижение стоимости обслуживания. Для поставщиков это снижение сложности технической поддержки, получение прибыли от продажи и эксплуатации, а также повышение вовлеченности клиентов. Как я и говорил ранее, под клиентами подразумеваются конечные пользователи, а под поставщиками системные интеграторы и операторы связи. И в заключении скажу пару слов о политике лицензирования платформы YDMP. Доступно два типа лицензий. Это стартовый пакет на 100 устройств и дополнительный пакет расширения на 10 устройств. То есть расширить количество поддерживаемых устройств можно с шагом 10. Актуальные цены вы всегда можете увидеть на сайте компании IP-MATIKA. Также доступна лицензия для бесплатного тестирования на 100 устройств. Для получения тестовой лицензии вам необходимо отправить запрос вашему менеджеру. Адреса указаны в зависимости от регионального расположения. Спасибо за внимание. Всего доброго. Здравствуйте, коллеги. Тема этого обучающего видео YDMP. Мы обсудим следующие моменты. Это установка системы, это ее первичная настройка и поговорим о функциональных возможностях системы. Так, давайте для начала поговорим, что же такое YDMP. YDMP это программный продукт, который вы устанавливаете на свое железо. YDMP предоставляет нам следующие возможности. Это централизованная настройка устройств, управление парком устройств, функционалом мониторинга, диагностики, аварийного оповещения и сбора статистики. YDMP предназначен для следующих конечных устройств. Это телефоны, это оборудование для видеоконференц-связи и гарнитуры. Итак, перейдем непосредственно к установке. В процессе установки нам может здорово помочь руководство администратора, которое мы можем скачать с сайта support.un.com или с сайта apimatic.ru. В руководство администратора перечислено системные требования и также подробно описан процесс установки. Рекомендую скачать последнюю версию руководства. На данный момент это 38.5.00. Итак, предположим, что мы уже скачали руководство. Давайте откроем его. Перейдем непосредственно к системным требованиям. Итак, требования к сети. Необходимо, чтобы были открыты пять портов. Это 443, 9989, 8446, 9090 и 80. e-link не рекомендует модифицировать эти порты. Далее есть требования к сетевому подключению. Оно должно быть достаточно надежным и должна быть обеспечена достаточная пропускная способность. Пропускная способность определяется, исходя из количества ограниченных устройств, которые будут подключены к UATMP. Соответственно, чем больше устройств, чем выше должна пропускная способность. Конкретных требований к пропускной способности e-link не перечисляет. Итак, с сетью разобрались. Операционная система. До недавнего времени поддерживается только CENTOS, но с версии 38.2.2.0 поддерживается к JARED HUD. Аппаратные требования следующие. При установке системы на один сервер и при количестве устройств до 6000 это 8 процессорных ядер, 16 гигабайт оперативной памяти и также минимум 250 гигабайт дискового пространства. Следует прибавить также 30 гигабайт на каждую тысячу устройств, которые будут подключены к UATMP. С ростом количества подключаемых устройств возрастают и системные требования. Также при установке в кластер серверов системные требования вы видите на нашем экране и они перечислены для каждого сервера в кластере. Если у вас кластер из трех серверов и при этом количество устройств до 30000, то каждый сервер в кластере должен обладать следующими характеристиками. Это 8 ядер процессор и 20 гигабайт оперативной памяти. Теперь поговорим о том, если у вас небольшое количество устройств и вы хотите установить систему на сервер, который не отвечает минимальным требованиям. В данном случае система просто не установится, то есть на этапе установки вы увидите сообщение об ошибке. Поэтому требования о 8 ядрах и 16 гигабайтах как минимальные требования нужно соблюсти. Итак, после того, как мы определились с требованиями к системе, мы можем сконфигурировать нашу виртуальную машину. После того, как мы это сделаем, нам необходимо вновь вернуться на сайт support.e.link.com, зайти в раздел firmware и скачать дистрибутив. Рекомендуется скачивать дистрибутив в последней версии. После того, как мы скачаем дистрибутив, его необходимо поместить в папку UserLocal на нашей виртуальной машине. Далее, в зависимости от того, какой версии дистрибутива мы скачали, необходимо будет выполнить блок команд. Для дистрибутива версии 3.5.0.20 и выше блок команд будет один, для дистрибутива версии 3.5.0.11 и ниже другой. Соответственно, у нас версия выше чем 3.5.0.20. Переходим на нашу виртуальную машину. Обязательно меняем пользователя на ртового пользователя с трудправами. Далее выполняем блок команд. Блок команд описан в руководстве администратора. Я, конечно, раз его показывать не буду, но на экране пропишу. Первый отменяем директорию. Далее распаковываем архив. После того, как архив распакован, необходимо будет вновь поменять директорию и распаковать архив. Далее выполняем следующую команду, где команда host определяет на каком IP-шнике будет нашу ADMP. Запасался процесс установки. При использовании двух IP, внутреннего и внешнего, блок команд будет отличаться. Итак, свидетельством об успешном окончании процесса установки будет вот эта вот надпись. У нас установка заняла 12.5 минут. После завершения процесса установки мы можем авторизоваться на веб-интерфейсе у ADMP. Для того, чтобы это сделать, открываем его браузер и в адрес на строке браузера вводим IP-адрес нашего сервера. Данными для авторизации по умолчанию будет логин ADMIN и пароль V и циферки от 1 до 9. После первой успешной авторизации вам будет предложено сменить пароль. Требования к паролю это минимум 8 символов, наличие строчных и прописных букв, также наличие цифер и букв. Итак, при авторизации после смены пароля попадаем на домашнюю страницу. Нас пока она мало интересует, так как для того, чтобы система начала функционировать, нам необходимо загрузить лицензию. Для того, чтобы это сделать, переходим в раздел System Management и подраздел «Лицензия». Далее выбираем файл лицензии, переносим ее и нажимаем «Загрузить». Получили лицензию на 500 устройств. Так, немного все-таки остановлюсь на процессе активации лицензии. Сейчас мы активируем лицензию онлайн, но так происходит не всегда. Для того, чтобы лицензия была активирована онлайн, нам необходимо, чтобы у нас был доступ в внешнюю сеть, а также, чтобы мы могли достучаться до серверов e-link. Соответственно, если онлайн-активация у нас не прошла, то нам необходимо активировать лицензию оффлайн. Для того, чтобы это сделать, переходим по пути «Система менеджмент лицензии». После загрузки ТАР архива нажимаем «Activate offline license». Далее экспортируем файл запроса, нажимаем «Follow export». Давайте я вам все это дело покажу. «Activate offline license» и экспортируем файл запроса. Файл запроса будет иметь разрешение Requeue. Соответственно, далее полученный файл, снабдив описание о типе лицензии. Тип лицензии – это временная тестовая лицензия постоянная. Количество устройств в лицензии. То есть, если у вас, допустим, куплена лицензия на 100 устройств и 10 аддонов по 10 устройств, то указываем общее количество 200 устройств. Далее название организации, на которой приобреталась лицензия. И все это дело вам необходимо направить на support.sobaka.ipmatic.ru. После этого вам будет предоставлена лицензия для активации файла с разрешением Leque. Обычно это от двух до пяти рабочих дней, но бывают задержки. После того, как вы получили файл лицензии, загружаем ее здесь. Также хочу обратить ваше внимание на то, что при выгрузке файла запроса этот файл будет привязан к параметрам конкретного сервера. При установке сервера или загрузке полученного файла Leque на другой сервер возникнет ошибка. После авторизации на OIDMP мы попадаем на домашнюю страницу. На домашней странице можем видеть некое окно статистики. То есть, здесь расположены ключевые параметры, отображающие общее состояние системы. При нажатии на колокольчик мы можем видеть последние три сбоя и также общее количество сбоев. При нажатии на клавишу documents мы попадаем на сайт support.elink.com. При нажатии на иконку человечка мы можем открыть настройки аккаунта. Можем сменить язык. Как видим, русского языка здесь пока что нет. И можем выйти из системы. Далее пройдемся по разделу IDMP. Первый раздел это Device Management. Здесь мы можем непосредственно добавлять устройства. Можем добавлять их сразу в большом количестве. Можем также редактировать устройства. Раздел Farmware Management. Это раздел управления прошивками. Здесь мы можем добавлять прошивки. Здесь мы можем направлять устройства за прошивкой. Раздел Software Management. На данный момент сюда можно загрузить только программу E-Link USB Connect. Думаю, что в ближайшем будущем этих программ будет больше. Раздел Ресурс Management. Здесь мы управляем файлами ресурсов. Это такие ресурсы, как шаблоны, телефонные книги, фингтоны, изображения и прочее. Раздел Account Management. Это раздел управления учетными записями. Всего существует пять типов учетных записей. Это CPE, H323, но также SLB, Alt Account и YMS Account. Раздел Device Configuration. Здесь мы управляем непосредственно конфигами. Как общий конфиг на какую-то модель конкретную. Так и частный конфиг, то есть конфиг конкретного устройства. Далее раздел Site Management. Этот раздел предназначен, если, например, у нас есть несколько департаментов, и мы хотим обеспечить, чтобы они настраивались, точнее, чтобы интерфейс YDMP для каждого из этих департаментов был свой. То есть, чтобы можно было из одного интерфейса настраивать одну группу устройств, из другого интерфейса, соответственно, другую. Если мы добавим сюда, соответственно, сайт, то в таком случае у нас в этом окне наверху можно будет его выбрать и перейти к настройке непосредственно устройств, которые мы добавим туда. Раздел Task Management. Здесь мы можем назначать задачи различного типа. И также есть журнал «Выполненные задачи», где мы можем просматривать задачи, которые уже были выполнены. Раздел All-Air Management. Собственно, здесь мы настраиваем политику аварийного оповещения. Здесь у нас отображается статистика по сбоям. И также списка мы можем просматривать. Раздел Device Diagnostic позволяет нам, собственно, выполнять диагностику устройства. Это может быть как выгрузка логов, выгрузка конфигурации. Также, например, можем сделать скриншот экрана и еще некоторые полезные вещи. Раздел Dashboard состоит из двух подразделов. Это панель статистики вызовов, более развернутая, чем на главной странице. И раздел статистики по устройству. Раздел System Management позволяет нам непосредственно управлять IDMP. То есть, например, загрузить лицензию или сертификат и осуществить некоторые настройки системы. Итак, предположим, у нас есть SIP-телефон и мы хотим завести его на IDMP. Для того, чтобы это сделать, первым делом переходим на веб-интерфейс телефонного аппарата. После авторизации на веб-интерфейсе переходим в раздел настройки, далее подраздел AutoProvision и в графе URL адрес сервера вводим адрес сервера. Адрес сервера вводится именно в таком формате. То есть, http, двоеточие, два слэша, адрес сервера, слэш, dm.kfg. Сохраняем настройки и далее нажимаем «Обновить настройки сейчас». Переходим в наш сервер, переходим в раздел «Device Management on device» и видим, что наше устройство появилось в списке устройств. На данный момент у него статус invalid, но в течение удержившего времени, там до минуты, статус сменится на онлайн. Теперь предположим, что мы добавили устройство, но на нем нет никаких настроек. То есть, оно новое из коробки. И мы, соответственно, хотим на него эти настройки залить. Для этого переходим в раздел «Device Configuration» и далее «Single device configuration», так как устройство у нас одно. Предположим, что заполненный конфиг у нас уже есть. Загружаем его. И далее нажимаем «Push to Update the Parameters». Переходим в «Device Management on device». Видим, что на устройство потянулись настройки. В частности, видим активный SIP-аккаунт. Это значит, что устройство настроено и готово к эксплуатации. Проведу несколько простых примеров использования функционала в IDMP. Первое. Нам нужно поставить задачу на ежедневную перезагрузку телефонных аппаратов в нерабочее время. Так, чтобы это сделать, переходим в раздел «Менеджер задач». Нажимаем «Добавить задачу». Выбираем, как ежедневно. Время устанавливаем на 8 часов. Телефонное устройство. Здесь ничего не меняем. Задачу ставим как перезагрузка. Нажимаем «Finish». Задача готова. При необходимости мы можем ее приостановить, отредактировать. Можем посмотреть журнал ее выполнения. Видим, что на данный момент она не была выполнена ни разу. Итак, с задачами все. Далее. Задача такая. Нам нужно посмотреть, что происходит на экране телефона сотрудника, а также снять с этого устройства системную ломку. Итак, для этого нам понадобится Mac-устройство. Переходим в раздел «Device Management». Допустим, это устройство T46U с Mac заканчивается на 965. Копируем Mac. Переходим в раздел «Device Diagnostic». Вбиваем Mac. Нажимаем «Start Diagnostic». Первое – это скриншот экрана. Нажимаем «Screen Capture». Видим, что устройство в данный момент не находится в состоянии вызова. То есть на главном экране просто экран ожидания. Далее, соответственно, снимаем системный лог. Также одним кликом просто нажимаем «Export System Log». Системный лог экспортирован. Последнее. Нам необходимо сделать так, чтобы при нахождении телефонного аппарата оффлайн, то есть потере MCT, на электронную почту соответственного сотрудника приходило уведомление. Для начала нам нужно добавить аккаунт этого самого сотрудника. Нажимаем «Добавить аккаунт». Имя, допустим, «Alarm». Электронная почта, на которой будет приходить уведомление. Теперь переходим в раздел «Alarm Management». «Стратегия». Добавляем новую стратегию. «Email». «В реальном времени». Далее. «Электронная почта». Выбираем «Alarm». Далее. «Соудаляем». Оставляем «Токси телефоны». Выбираем «Оффлайн». Нажимаем «Next». «Устройства все». Можно также выбрать конкретное устройство или группу устройств. «Оффлайн». Нажимаем «Finish». Все. «Стратегия аварийного оповещения» создана. «Обновление и удаление UIDMP». Итак, допустим, наша версия UIDMP устарела и мы хотим ее обновить. Для того, чтобы это сделать, первое, что нам понадобится, это файл дистриблитива. Переходим на сайт support.elink.com, открываем карточку «Устройство». Переходим в раздел «Farmware» и скачиваем нужную нам версию. После того, как мы это сделали, необходимо будет скачанный дистриблитив поместить на наш сервер в папку «User Local». Далее обратимся к руководству администратора. Так, мы обновляемся до версии, которая позже 3.4.0.10. Соответственно, для нас есть вот эта вот инструкция. Итак, перейдем на наш сервер, также под рутом и выполняем блок команд. Продолжение следует... Продолжение следует... начался процесс обновления он займет примерно 15 минут пока идет процесс обновления обсудим как можно удалить wadmp это делается достаточно просто меняется директория прописывается команда one install у вас будет запрошен пароль пароль вы видите на экране а